Массовая любовь к небу началась на Симбирской земле еще в далеком 1923 году. Спустя 100 лет ульяновцы продолжают с замиранием сердца смотреть на самолеты. Ульяновск не просто так носит звание авиационной столицы. В городе работает одно из крупнейших авиастроительных предприятий ПАО «Ил Авиастар» Институт гражданской авиации, авиационный колледж и единственный в своем роде музей гражданской авиации и два аэропорта. Для нас, жители Ульяновской области, авиационная столица России – это особый праздник и особенная историческая дата. Не случайно мы отмечаем сегодня еще и свой региональный праздник – День работников гражданской авиации Ульяновской области. И я с огромным удовольствием поздравляю вас с этим событием. Вот уже более ста лет наши до нас лимитенно развиваются и крепят, в том числе благодаря видеоавиации. Состояние авиационной области – это чуткий, стопоцентный верный показатель того, в какое место принимает государство в мировом индустриально развитом обществе. На праздники в честь столетнего юбилея собрались люди, кто посвятил небу всю свою жизнь и те, кто только осваивает авиационную профессию. В этом охотно помогает уникальный Ульяновский институт гражданской авиации. Ежегодно учреждение выпускает по 250 пилотов, с недавних пор и пилотес. Альмаматор дает дорогу диспетчерам, спасателям, техникам и работников аэропортов. Выпускники Ульга работают по всему миру, но про малую родину не забывают. Вратаевский аэропорт для них ближе всего, поэтому за качество перевозок они в ответе. За последние 10 лет наш аэропорт прошел несколько этапов модернизации. Была выполнена реконструкция аэровокзального комплекса, реконструкция взлетно-посадочной полосы. Выполнена работа по оборудованию и техническому оснащению пункта пропуска через государственную границу РФ. За последний год пассажиропоток нашего аэропорта составил 530 тысяч пассажиров. На данный момент Ульяновский аэропорт имени Крамзина – это успешно развивающееся предприятие авиационной отрасли. С надежным конкурентным положением на рынке услуг. Ежегодно открываются новые авиасообщения. Увеличивается число пассажиров, а перелеты становятся комфортнее и приятнее. В прошлом году мы открыли новое направление – минеральные воды. В этом году стоит задача открыть направление в Махачкалу. С 1 мая нам уже коллеги из региона подтвердили такую возможность. Также планируем открыть рейс в Калининград. Да, это действительно востребованные рейсы. Уже проводили социологические опросы населения. Рассчитываем на то, что загрузка воздушного сунда будет составлять порядка 80%. В честь праздника выдающимся деятелям отрасли вручили награды и благодарственные письма за их тяжелый труд, за то, что авиационный транспорт считается самым безопасным транспортом в мире. Все это благодаря талантам. Светлана Карпухина, Данил Сурков, Улправде ТВ.